Руководитель духовно-нравственного просветительского центра «Великая страна» в очередной раз посетил Белоглинский район. Николай Кизимов провел встречу с учителями школ и активом родительских комитетов. В мероприятии приняли участие глава Белоглинского района Олег Ефимов, его заместитель по социальным вопросам Светлана Парахина, начальник управления образования Татьяна Сорокина. Говорили о проблемах духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в современных условиях. В священных книгах сказано такая мудрость, мы сеем зерна, а взращивает Господь, но чтобы взросли эти зерна, нужно их посеять. И один из ученых привел такой пример, когда мы сеем зерно, мы же завтра не идем результат смотреть, сходы, какой-то вегетативный период, там месяц, два, потом же росток пробился. И мы. Какая ошибка у родителей, у педагогов. Я вчера тебе сказала, зерно-то еще не наклюнулось. Нужно 10 раз, 20 повторить. И тогда потихоньку. Николай Васильевич отметил, что воспитание – это комплекс педагогических мероприятий. Прежде всего, личный пример. Умение грамотно излагать свои мысли. Нужно давать возможность детям высказывать свое мнение. Нужно их приучить к разговору, к диалогу. Какие в этом плюсы? Первое, он пытаться будет анализировать, как я сказал, а не зачистую монету, сразу брать. Второе, формулировать мысли, чтобы их изложить. Нужно уметь опускаться на уровень воспитанника, а не сверху его там долбать. Брать за руку и поднимать на свой уровень. Но для этого нужна выдержка, добродушие и именно какой-то ликбез по педагогике и психологии. Важно научить детей анализировать свои поступки, делать правильные выводы и не обижаться на критику родителей, сказал Николай Кизимов в своем выступлении. Есть такое выражение, которое помогает критику воспринимать достойно. И от руководителя, и, допустим, от родителей. Критика – это горькое лекарство. Но мы принимаем горькое лекарство, чтобы вылечиться во время эпидемии. Поэтому критику нужно воспринимать как горькое лекарство. Но со стороны родителей и руководителей должно быть конструктивной, по существу и с анализом. На встрече говорили о профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, о важности традиционных духовно-нравственных ценностей в воспитании подрастающего поколения. Большую роль играет изучение и сохранение исторического культурного наследия России, возрождение новых вековых традиций. Николай Кизимов остановился на религиозной теме – православной вере. А вере в Бога, в православие – это сдерживающий фактор от многих бед и проблем. А незнание духовных законов не освобождает от последствий, которые прилетают к тебе в виде болезни, в виде скорби, неудач и так далее. И они будут. Поэтому заповеди Господа Бога, 10, они нужны не Богу, а человеку. Надо, чтобы в каждом человеке разгорелась его искра Божья, вот это получится настоящий человек. И я написал стихотворение о вере в Бога и значении для человека. Лишь Господа вера нам души спасет, от грязи и смерти людей сбережет. Лишь с верой в Бога познаем все мы, какими должны быть, чтобы взываться людьми. В завершении встречи Николай Васильевич раздал педагогам и родителям методические материалы с рекомендациями по воспитанию подрастающего поколения, разработанные духовно-нравственным просветительским центром «Великая страна». Субтитры создавал DimaTorzok